здравствуйте друзья едем по улице вязов название то некое другое но связи стоят красивые так что хотел сказать вот например такая интересная фишка я говорил несколько раз что летом замедляется активность на канале и просмотров меньше и подписчиков ну как-то все так затихает вот например если где-то в апреле в мае у нас доходило просмотров до миллион двести то сейчас вот 700000 как то я считаю что мы на минимуме таком но буквально вот сутки с копеечкой у нас такой интересный процесс наблюдается что вдруг подписка которая так за месяц там 1200 добавилось вдруг за день добавилось что-нибудь тысяч боюсь собрать 78 и я так думаю ненормально вроде но так необычно я поеду немножко другой дорогой чтобы вам было разнообразней мы про и поедем вот по этой улице значит и думать что такое обычно такого сорта вещи могут происходить если ну сами знаете на каком-то веб-сайте кто-то ссылку дал или ну я даже с другого видео ну что-то должно произойти то в само по себе же не бывает и статистика youtube опаздывает на два дня то есть я например не могу пойти сразу и сказать откуда трафика а вот оттуда не значит идут к нам я не знаю через два дня будет будет известно но уже через один а пока что вот я так в течение дня с интересом наблюдаем и думаю может быть знаете еще бывает атака какая-нибудь сейчас накидают тебе подписчиков потом youtube те канал закроют youtube наказывает за искусственно накликанные лайки за просмотры искусственно сгенерированные за подписчиков под за эти все дела то есть всюду ли какая какая-то автоматика работает я думаю может кто-то на нас наезжает и денег не пожалел значит но я попросил чтобы техники технишина youtube поставили нас на мониторинг такой то есть мы сейчас там стоим на учете ней не наезжает ли кто и не создает каких-то проблем то есть я так заранее опасаясь что могут быть такие проблемы я попросил чтобы нас за нами присмотрели ну собственно такая интересная особенность вот сегодня с утра проснулся смотрю лишних там 3000 по сравнению с тем как спать уходил там в 11 вечера да вот сейчас будет в 11 вечера шел спать в 9 утра лишних 3000 за один день и это да там еще вот что я когда там разговаривал с как бы с той стороной ютюбовской стороной и мне говорят смотри-ка вот у тебя с утра было 7000 просмотров но 7000 просмотров это обычное мое утро то есть у нас за сутки там скажем 27 28 30 тысяч это норма подписалась тысячи человек но не может же так быть чтобы 7000 пришло из них 1000 подписалась так не бывает то есть если каждый день к этому времени приходит 7000 и подписывает собрание на два десятка то откуда же тысячи то в общем такая вот мистическая штука я вам рассказываю так на всякий случай вот понимаю что бывают люди любопытные а уже чем чем это все разрешится я потом значит да расскажу когда узнать если может кто из вас в курсе может там где-то нас обсуждают или там откуда-то поток пошел и вы в курсе так вы скажите потому что я например очень интересует вот пока этого нет у меня такое подозрение что это все искусственно созданное и какой-то ненатуральный процесс вот наверное все еще хочу сказать что я в целом очень доволен тем как у нас с людмилой флоридой ялтой прошел разговор потому что все это было очень спонтанно и так как-то знаете раз и даже темы толком не было то есть мы перед тем как сели за стол некоторые год вам будет сидеть за столом мы сидели за столом это конференц-рум там безусловно мы сидели за столом и там людмила так это еще пальчиками постукивала и там говорят что дверь скрипит это не дверь скрипит это скрипела кресло на котором сидела людмила вот она немножко она так немножко покручивалась и вот из-за этого был скрип такой я во время видео не стал ничего говорить потому что как бы не прерывать чтобы разговор но в принципе понятно было что поскрипывание все перейдет там на звуковую дорожку ничего страшного и вот мы сели и а тем это нет никакой ну и мы когда садимся и людмила так почему мы разговариваем тягу ну я даже не знаю но у развития путешествует давай про путешествие и вот так оно понеслось про эти путешествия и потом людмила говорит так давай я тебя что-нибудь спрошу я бы ну спроси она гата о чем же тебя спросить то я бы я не знаю она говорит ну вот и дальше возникает вопрос как ну вот расскажите как михаил там как вы докатились до жизни такой это шуточный вопрос потому что это вопрос когда ну как бы не знали чего спросить кстати вот мы сейчас находимся ну давайте я попробую показать если мне удастся вот это сады тут же все время сады были пока не построили город это сани был сады и сады и сады и они до сих пор как бы сады и плодоносящие сады а вот там дальше за этим местом как раз находится теннисный центр города сани был мы там относительно недавно снимали сюжетик я показывал там сашу мою внучку как она пошла на занятия вот может быть вам не видно но вот там где стоят две вышки вот эти вот с проводами слева там табличка зеленая так налево стрелочка показывает там написано на не написано теннис центр вот это вот теннис центр налево а мы продолжаем ехать прямо и сейчас приедем на улицу эл камин рил вот просто мы мы раньше на нее попадали через там маленький кусочек хайвея а сейчас мы на нее пойдем просто по городской улице ведь как по городской улице светофоры и медленнее процесс получается вот я в целом доволен почему потому что в общем то я вижу прием со стороны зрительской гораздо лучше чем я опасался там может быть потому что у каждого блогера есть там свои почитатели есть свои не любители и у каждого из нас поэтому когда мы появляемся где-то на других каналах то кто-то начинает ругаться а кто-то наоборот и в общем я хочу сказать что в целом неплохо получилось и даже дислайки там в общем не так много я я в целом доволен кроме того я считаю что у нас людмила вышла вот в этом сюжете немножко не такой как она обычно выглядит какая-то другая была и я думаю что это тоже здорово потому что мы все очень многогранные и в разных ситуациях мы пара мы разные и поэтому чем чем больше вы видите нас разными тем лучше может быть вам понятно то что с нами происходит то что мы делаем то что мы говорим и так далее в общем это все очень так спонтанно вот на люди первый раз там друг друга видят и какой-то у них там возникает разговор и все это для вас на самом деле потому что мы хотели для вас записать чтобы вы какой-то время провели там может отдохнуть душой или просто настроение вот так что никакой специальной такой цели у нас не было мне говорят а вот вы еще вот того покажите сего покажите не было не было задачи такой но просто люди едут мимо или рядом живут там допустим шушаник или хвостович просто живут рядом и с ними просто допустим кто-то едет мимо вот допустим людмила ехала мимо а мам сын как-то ехала мимо кто еще у нас бывал так вот проезда проездом поэтому мы всегда радуемся возможности сесть вместе там поболтать обменяться какие-то вещи за кадром остаются то есть то что в кадре она конечно ну как сказать там есть какая-то внутренняя цензура башнись не все скажешь на публике кроме того есть еще ножницы и в общем то какие-то кусочки там если ты думаешь потом этого лучше было бы не говорить так потом это вырезать и иногда вот как говорили так и говорит то есть зачастую бывает что и и вообще ничего не вырезается иногда бывает там кашель какой-то или дверь скрипела или кто-то зашел и говорит там у вас appointment и так далее тогда это может там как-то повырезаться но иногда этот разговор заходит не в ту сторону думаешь наверное это не будет интересно значит убираешь и в общем то что вы видите вы видите как бы некоторую такую официальную часть а есть неофициальная вот так же как скажем люди на конференции собираются ученые и конечно доклад прослушать там интересно но очень важные вещи происходят в кулуарах вот коллеги общаются и очень обогащают как бы свое понимание жизни и самое важное на конференциях во многие скажут это не официальные доклады потому что официальные доклады они там записаны можно потом прочитать еще что это не то хотя тоже конечно здорово но вот именно вот пообщаться с людьми и неформально поэтому когда блогеры их многое объединяет в том что они делают и как они делают и проблемы с которыми они сталкиваются и я вас уверяю что проблем там хватает и со стороны ютюба и со стороны мира в целом и когда ты начинаешь этим заниматься ты ты как-то может быть в розовых очках а потом очки так начинают немножко светлеть вот и ты начинаешь видеть больше поэтому реакция людей с той стороны с этой стороны там еще что поэтому есть есть что обсудить там потрепаться потом в жизни разные вещи происходят и тоже интересно в общем такая вот история я очень рад что людмила к нам заехала и что у вас была возможность там посмотреть я специально не стал резать на кусочки просто у меня был маленький фрагментик вот в ресторане ну потому что я рестораны люблю пока тут была еда вот это не да я ее показал и там полторы минутки может быть всего и было а дальше мы просто уже сели и там проговорили сколько проговорили там часов вот я уже даже резать не стал на кусочки потому что там нить разговора ткани так даже этого разговора такая что там я не видел как это можно порезать так чтобы это было разумно и к месту ну поэтому вот так так и осталось вот он город саневел знаете что меня радует меня радует что дорога хорошая я здесь и крайне редко и проезжаю сам так просто для вас тут и явно переложили дорогу как-то вот в саневеле сейчас стало хорошо с дорогами когда я начал блог вести это было вот скоро три года будет там в октябре то первые же вот сюжеты там как тоже куда-то ехал и мне говорили боже какие убитые дороги а все говорят что в америке хорошие дороги и так далее и там же путаница там скажем хайвей где которые действительно хорошие и городские улицы где бюджет того или иного города или там сроки ремонта подошли не подошли там еще четко и вот вы как-то я начал смотреть на эти дороги этого боже они уже языки дороги убитые действительно я раньше не замечал они ровненькие войти ну там трещины какие-то пятна разными разного цвета какие-то вставки и я думаю боже а еще камера когда сбоку снимает его там допустим трещинка но на на этой камере она особенно в момент проезда она становится какой-то знаешь как после землетрясения там какая-то расщелина это жуткого размера вот меня радуют наши дороги за америку не стыдно машины вокруг чистые все хорошо так вроде побитых ржавых нет вот тут еще но вы не видите кто за рулем сидит я так могу посматривать влево-вправо разный народ в целом симпатичный вот так вот так вот и живем он улица эл камин рил это такая основная магистраль была до того как построили хайвэй она идет буквально от мексиканской границы и до сиэтла периодически сливаясь с хайвэями там и так далее и вот это была единственная улица в этом если дорога в этом направлении было а дальше уже построили хайвэй но вдоль эл камин рил находится очень много бизнеса тут и многоквартирные всякие там дома бывают такие ну иногда это отеля иногда это съемное жилье вот справа сейчас ну давайте может попробую показать вот справа вы видите такой домик значит ли в этом домике находится много маленьких бизнес очков там медицинские офисы там ремонт того ремонт всего и вот вся эта улица эл камин рил она вся в таком малом бизнесе разнообразном тут и может быть и заправка тут может быть и перекусить очень много чего перекусить абсолютно все американские фастфуды есть вот на этой улице вот я сейчас вижу там jack in the box правее вот тут справа страховка эндодонтикс не знаю что такое эндодонтикс там в общем короче вот тут а так вроде бы это кондо вот вот сюда это это кондоминиум но на втором этаже люди живут а вот на первом этаже всякие бизнеса не знаю насколько вам видно я стараюсь показать вот и там тоже все бизнес очках и такие мол и небольшие здесь нет особо больших хотя вот возле школы наши есть на углу улицы сан-антонио все в бизнесе в бизнесе в бизнесе и здесь сейчас многое перестраивается особенно когда мы в маунтирую переедем границу маунтирую очень очень активно перестраивает вот эту улицу был камин и рил там и технологические компании сейчас появляются и какие-то вот много квартирные дома строят там видно там три-четыре этажа не знаю что это будет отель когда минимум может быть какие-то апартменты вот мы ехали эти стройка идет тоже а мужик с этим маунтирую да уже в маунтирую вот а качество дороги уже не такое хорошее ведь как хотя в целом довольно прилично очень много площадок где автомобильчики продают вот видите вот здесь здесь продают автомобильчики ремонт автомобилей тоже довольно популярный бизнес банки и кафешки 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 покушать медицинских офисов много хотя считается городские власти считают что камин и рил это не самое лучшее место для медицинских офисов надо им каждый раз там получать разрешение специальные так далее а вот вправо пошла улица кастро это нет не того кастро который фидель а того кастро который герцог испанский осваивал калифорнию а вот здание впереди такое желтенькое справа в этом здании когда мы только сюда приехали там 20 лет назад была компания дек диджи зелы equipment corporation потом дек сменился компании лотус вот тот самый лотус который one to three там и там лотус какие-то мы еще известный продукт си си мэл вот и я вот здесь как раз работал когда ты вот этот самый си си мэл ты и тестировал потом они отсюда съехали тут сейчас много других компаний там вывеска стоит и на этой вывеске стоят значки вот тех компаний но просто вот как бы долина и просто хорошее большое здание у него еще подземный паркинг на самом деле есть что важно потому что если паркинг не подземный то машина может здорово нагреться вот особенно в такое время как сейчас и вот пошла направо перед этим зданием сейчас мы пересекаем улицу кастро и это даунтаун маунтин юм если вы когда будете в маунтин юм вам совершенно необходимо пойти вот туда вправо и там всего может быть пять квартальчиков весь этот даунтаун но он очень милый очаровательный там кафешки всякие и так далее очень-очень мило а мы вот с нашей портнов компьютерскую все время на л каминарил как ни странно начиналось все это вот на той самой плази где мы сейчас находимся только в соседнем здании это было первое место которое мы арендовали а потом переехал я вот кстати тоже на л каминарил сейчас будет справа то здание где мы много лет провели с девяносто шестого года с мая девяносто шестого до конца какого десятого 2010 то есть в этом считай 15 лет вот это светленькое здание вот сейчас будет тут два это в два этажа вот а за ним уже стройка начинается ведь как что-то такое строит кардинально да вот были мы в нем на углу улиц л каминарил и марипоса до строим строят строить я вам рассказывал да а многие бизнесы исчезают вот тут вот вот в этом здании вот вот вы видите есть такая пласка небольшая вот в этом здании когда-то была ориентовка видео большая такая сетевая а сейчас ориентовка видео как бизнес превратилась в него что сейчас вот в онлайне люди там подгребают он димент нет больше такого бизнеса на наших глазах возникают бизнеса было время когда не было такого бизнеса как рентовка видео они возникают а потом исчезают а с вами друзья есть знаете мы есть а бизнеса нет и вот можем почти 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 приехали в в наш офис так вот я думаю те кто часто смотрит и говорят нам ой я могу с закрытыми глазами проехать по вашему маршруту вот тогда вы должны были бы уже узнать эти места мы снова едем по маунтин-вью границы городов условно я вам тогда рассказывал про таблички разного цвета слева у нас в основном лос-алтес находится по левую руку а по правую руку маунтин-вью хотя границы гуляют это может быть квартальчик лос-алтес квартальчик маунтин-вью то есть так вот идешь вот и не видишь а так уже когда знаешь думаешь зачем мне это знание нет друзья разогнался они тут стоят да карлс джуниор мы говорили о том что много таких мест где покушать вот слева у нас карлс джуниор я хорошо отношусь карлс джуниор а вот чуть правее вот там здание справа вот не самое с которой вот сразу справа там офисная а за ним такое покрасивше это здание этот комплекс называется а баллон если вы поищите там а баллон маунтин-вью вы посмотрите какие там цены там цены такие что думаешь не каждый миллионер может себе позволить арендовать там квартирку я последних цен не проверял но вот когда допустим нормальный там ту-бедрум стоил в там я не знаю 2000 там он мог стоить например 5 ну там действительно и шикарненько тоже там там действительно очень круто как-то раз я заходил товарищу в командировку приехал и там на месячишка снял очень-очень впечатляет и авалон он не только в маунтин-вью их там какая-то сеть наверное там в основном корпорации для своих там экзекутипс которые подъезжают там снимают так так я думаю потому что для нормального бюджета нормального человека даже хорошо зарабатывающего это было через чер то есть за эти деньги можно было дом снять другое дело что дом на месяц никто не сдает а здесь можно было там на короткий срок снимать вот она улица камин рил а вот смотрите напротив вот здесь велосипеды продают а когда приближается к новому году велосипеды забирают и выставляют елки и эти елки из разных стран народов культур игрушками наряжены вот я для себя понял что те елки которые у нас были в ссср игрушки это немецкие да потому что когда смотришь на немецкую елку ты вдруг понимаешь что это и есть то что использовали в стране советов кстати то же самое происходит с хлебом вот когда ты попадаешь в америку ну во всем честно с нами так было я вдруг понял что черный хлеб который мы ели в ссср он немецкий а белый французский а так вроде все советское было все друзья мы расстаемся с улицей элками на рил и отправляемся на трудовые подвиги счастливо и и и и и и и и